Надо отдать должное и нашим союзникам, друзьям. Хочу еще раз персонально поблагодарить Грудинина Павла Николаевича. Он проехал один из регионов, продемонстрировал блестящий результат волю и работоспособности, смотря на судебные преследования, всякую ложь и гряжь. Мы вместе с ним просидели 10 часов в Верховном суде. Я прошу прощения, но я такого паскудства давно в жизни не видел, когда всякие грязные подметные бумажки, написанные Панфиловыми и Булаевыми, лежат на столе вместо подлинных документов Верховного суда, и по ним принимается абсолютно неправое решение, то можете представить, до какого разложения дошла в том числе и судебная власть. Мы отстаем это право, отстаем, уверяю вас, в документы поданы Европейским судом. Но сегодня у нас с вами утроились силы для того, чтобы и на улице, на всех собраниях, на всех встречах отставить право народных предприятий. Я хотел бы попросить поприветствовать нас, Павла Николаевича Грудинина. Дай Бог ему здоровья. Вот у меня его три участка, там, где его чудная зона социального оптимизма. Компартия 60,8%, Единая Россия 16,5%, следующие 61,50%, Компартия 14,5%. А с грязными сапогами представители Единой России сидят в Доме культуры, которые захапали три месяца назад, и никак мы их не выгоним. Я надеюсь, сейчас услышат меня и руководцы Единой России, и уберут их с завтрашнего дня с грязными ботинками, дадут возможность детям спокойно там заниматься. Павел Николаевич, пожалуйста. Добрый день, все участники совещания. Хочу, прежде всего, благодарить всех, без исключения, кто поддерживает совхоз имени Ленина, коллектив совхоза, кто в этой нелегкой, трудной, неравной борьбе, а мы три года уже боремся, больше трех лет боремся с захватчиками, не оставляет нас наедине с ними, не опускает руки. Спасибо вам огромное. Ну, Геннадий сказал, что я проехал 11 регионов. Вот в социалистическом соревновании я проиграл Илью Вячеславовичу Афонину, он посетил 12. Но какой вывод можно сделать из того, что вот я проехал и увидел? Прежде всего, вся Россия теперь красный пояс. Потому что где бы мы ни выступали, и не просто вот на наших мероприятиях, там могли приходить наши сторонники, но и просто на автовокзалах, на аэропортах, просто при общении с простыми людьми на улицах. А мы с Сергеем Ивановичем Казанковым вообще прошли пешком из Серины Филатовой в столицу Мариэл. И действительно со всеми пообщались, просто с простыми людьми. На рынках, где мы были, везде поддержка КПРФ однозначно и неоспорима. Прежде всего, хочу огромное спасибо сказать Геннадий Андреевичу и Центральному комитету партии, потому что именно они правильно сделали правильный выбор и решили, что нужно омолаживать. И вы знаете, огромное количество... Почему вот уверенность в том, что КПРФ – это партия будущего? Потому что огромное количество молодежи, именно патриотически настроен, именно с горящими глазами, пришло в КПРФ и сделало так, что партия стала омолаживаться прямо на глазах. И это будущее страны. Это будущее... Потому что это не только молодежь, это еще подкрепленная теоретически молодежь. И вот ни у кого нет такого лидера, Геннадий Андреевич, как вы, который бы выпустил столько действительно монументальных трудов, которые позволяют теоретически обосновать все наши выпуски. И ни одного нет человека, который бы поддерживал партию власти, потому что все против пенсионной реформы, все против этого безденежного и безвластия, все против того, чтобы Россия скатывалась вниз в экономический хаос. Поэтому это партия будущего. Конечно, надо признать, что грязные методы, которые использовали против нас и в период всей избирательной кампании, и особенно в последний день, повлияли на так называемые официальные результаты выборов. Хотя никто им не верит, потому что все прекрасно понимают, что КПРФ победила. Победила в неравной борьбе. И если бы посмотреть на те результаты, которые без фальсификации в последний день выложили, выложили, учитывая то, что и поменялись их пакеты, и надомное голосование, а я знаю, как у Тарнаева, 600 человек проголосовало надомно. Это значит, помянуть и даже если на одного надомника, на одном избирательном участке, так это нужно 10 часов голосовать. Председатель комиссии сбежал просто. И вот эти все примеры говорят только об одном. Им не удалось ничего. И даже если бы не было вот этого последнего дня массовых квалификаций и вбросов, мы бы победили в любом случае. Это показатели, в том числе, и Ленинского района, в котором они сделали все за эти 17-18 числа, но все равно не смогли победить. И наши кандидаты, и наша партия победила с большим перевесом. Я хочу поблагодарить еще и аппарат. Конечно, я себя почувствовал в поездках, как человек, которого все время оберегают. И вот очень интересная последняя ситуация была, когда мы возвращались из Крыма. Евгений Марченко был со мной. Мы уже полвторого ночи вышли из аэропорта. Подбегает человек. И Марченко так напрягся, думал, что он нападать собирается. А он подбежал и говорит, слушайте, дайте сфотографироваться с вами. Я хоть из Росгвардии, но за вас. И огромное количество людей, действительно, причем и бюджетников, голосовало за нас, но их заставили голосовать заранее, чтобы потом подменить их голоса. И мы видели сегодня на видео, как сейф-пакеты меняются, и, соответственно, украдены голоса у КПРФ однозначно. Потому что нет, к сожалению, в России больше политической силы, кроме КПРФ, которая бы консолидировала всех людей, которые хотят лучшего в нашей стране. Я хочу огромное спасибо сказать Николаю Бондаренко, который показал в Саратове, действительно, какая у него поддержка. И какой провели мы митинг с ним. И как его, действительно, люди любят и поддерживают. И понятно, что власть ничего не смогла сделать. Она просто в наглую фальсифицировала выборы. И наши саратовские друзья оказались в таком положении. И Анидалов, и Алимова, и Николай. В КПРФ, в котором видно сразу, что люди за них. Но партия власти просто в наглую украла у них победу. Я хочу благодарить всех коммунистов. Потому что, слушайте, в таких условиях, когда против тебя все, полиция, суды, правоохранительные органы, любые, избирательные комиссии, мы все выстояли. И, как бы это сказать, показали всему народу России, что есть такая партия, которая может вывести страну из кризиса, которая может, учитывая нашу идеологию, сделать так, что действительно вся жизнь в России станет территорией социального оптимизма, как в совхозе имени Ленина. Я благодарен, Геннадий Ильич, вам, Центральному комитету партии, всем нашим коммунистам, за то, что мы с вами показали всему миру, что социализм жив, что наши идеи, если они победят, сделают действительно нашу страну великой державой. Спасибо. Павел Николаевич, вашему коллективу удачи и успехов. Мы, кстати, начинали творческую часть со встречи с лидерами народных предприятий, которые провели в этом уникальном нашем хозяйстве совхозе имени Ленина. Смотрите фильм, как это все происходило. Ведь это прекрасные перспективы для всей страны. Если возьмут этот пример в каждом районе, хотя бы по одному коллективному предприятию, типа Грудинина, Казанкова, Сумарокова, страна семимильными шагами пойдет вперед и будет обеспечивать свою продовольственную безопасность. Павел Николаевич, официально от имени всех штабов всего Левопатриотического Бока заявляю, что мы не дадим в обиду ваше уникальное хозяйство, коллектив, тем более более 60% граждан, которые там живут и голосовали, они поддержали вашу линию, вашу позицию и ваш нравственно-производственный подвиг.